День добрый! Здравствуйте! Можете сказать пару слов о том месте, где мы сейчас находимся? Неаполь, Киевский. Можно вас снимать? Да снимайте, я правда не брюху и правда тоже. Ну да. Что тут? Древние раскопки исторические, вот там ведут геологи. Вот эти холмы тут тоже вроде как древние какие-то захоронения были. Раньше было проще, вот это все было так обгорожено забором. А потом сняли же забор? Ну да, как басурманы наехали, так и разограли все. Татары в смысле? Ну да, вот это все. В первые 90-е годы еще начали разбирать. Вот там, по-моему, вот там и вот там были вертушки в заборе стояли, типа КПП там. Забор каменный хороший, метр от наверно, ну там меньше двух, ну такой высокий был забор каменный такой. Вот все было обгорожено, вот где-то примерно вон по тот железный столб, там еще есть любые остатки там в земле. Ну и мы как потомки древних скифов. Да, ничего надо решать, началась сессия, да? Это самое, скажи, пожалуйста, началась с какого-то телевидения. Да, не с телевидения, это так, блогер, ну блог свой там. А, в это? В интернете, да, конечно. А откуда вообще? Не, у меня все готово, на самом деле. Не, слава Богу, что все хорошо, вовремя войска приехали, оцепили все. Хоть говна этого, как в Киеве, блин, нету бардака. Это классно получилось. Молодцы. Да, не было бы Киева, не было бы вот этого. Хотя, собственно говоря, давно пора было уже в Киеве эту мутку замутить. Не знаю, эти бардаки. Ну, пришел у вас хозяин, Путин. Может, не все им довольны, да? Кто-то, кого-то он щимит, кого-то там где-то какие-то методы. Не ошибается тот, кто ни хера не делает. А он хоть, ну не знаю, действительно какую-то национальную гордость, еще что-то. А речь его, я не знаю, которое вот он сейчас говорил во время присоединения. Я не знаю, ну действительно, это настолько духом пропитано. Понимаешь? И он еще вложил свое чувство. Да я не знаю, весь народ, вот мои знакомые все слушали, плакали. Плакали натурально, когда Путин выступал. Ну это же, ну действительно, это вот соединились, домой приехали там, не знаю, классно. Хорошо получилось, что вот так, без войны, без боя, без всего, спокойненько, чик-чик, референдум. Ну и нашим, конечно, пацанам, спасибо, я не знаю, тоже вовремя подсуетились, подключились, договорились. Все это так тихо, мутно, хоп-хоп-хоп, раз, ввели. Молодцы, тоже большую работу проделали. Это же втайне все, сохранить надо, чтоб хохлы, чтоб СБУшники не приехали, не арестовали. Молодцы, хорошо. Аксен, молодец. Тоже, конечно. Сколько им годков? В смысле, не годков даже, а сколько? По этим вот, козлятам-то, по этим, 15-го, короче, сегодня никакой, 20 недель, да, получается. Неделя? Да. Ой. Не, не 15-го, подожди, что-то я путаю сам. Уже после референдума они родились. Наверное, числа... Да, вот, я выходил на работу, это значит, сегодня у меня второй день, выходной, второй день. И три дня я работал. Получается, пять дней. Я уходил на работу, с утра еще зашел, говорю, как обычно, говорю, иду на работу, будешь мне днем звонить, что наша таза родила. Она мне говорит, только я пошел там, внутри покормить, куром насыпал, кричит, иди сюда. Я не понял сразу, что такое, пока воду закрыл там, клетки позакрывал, подхожу. Родила! Я туда сунулся посмотреть, смотрю, уже и второго родила. Вот, думаю, родила. Так я их на руках ношу. Ну и мамка от них далеко не уходит. А почему она вот на передних лапах так? Не знаю. Что-то у нее с лапами, судя по всему. Я вроде почистил, ногти подрезал им. А они подражают ей? Тоже так же встают? Да, они просто еще маленькие, еще вот, просто ложатся, садятся. Они это, маленькие, еще слабенькие, чуть позднее только. Так, пойду я, наверное, на Туза Курган. Ну всего, пацаны, доброго, выкидывайте в интернет там. Не знаю, хорошо у нас получилось, я доволен. То, что вот сейчас вчера свет отключили. Я говорю, они там козлы в этом Киеве, как в игрушки играют там, сами себе. Байдан их не слушается, блин, Крым уже оценивился, уже другое государство. Они, блин, решения там принимают какие-то, херня какая-то, дурдом. Я вообще не понимаю, блин, этого. Что они там в Киеве творят, думают? Ну, понимаешь, вот правда, вот посмотри сам со стороны. Они принимают решения, едут в Европу. Майдан живет сам по себе, бузу-бузяк. Никто же ведь не расходится. Стоят там палатки, городки, смотрю, там туалеты у них стоят, эти биотуалеты. Срач развели, весь Киев, блин, обосрали. Знакомые, говорят, страшно выйти вечером за хлебом, если днем не купили. Звонили, созванивались, есть там тоже всякие знакомые, приятели. Ё-моё, развели такой бардак. И они еще у нас, говорят, война. Да какой у нас тут, ё-моё, мы радуемся. Я вообще сам с Алтайского края родом. Всю свою сознательную жизнь меня вот таким привезли сюда. Отец у меня крымский был. Тоже из русских, но крымский. Вот. Еще до войны они приехали там, жили тут. Так я говорю, что, ну для меня вообще это, что мы соединились с Россией, это вообще. Всего доброго вам. Успехов. Доброго дня. И вам, пацаны.